Сегодня мы посетим самый огромный бесплатный музей Англии – Британский музей. Ему больше 260 лет. Его коллекция просто анормальна, огромна. Стоит обязательно взять карту музея. Ленин, который провел много времени в библиотеке музея, называл Британский музей скоплением колоссальных богатств, награбленных Англией из колониальных стран. Многие из музейных приобретений, как, например, розетский камень, попали в Англию при темных обстоятельствах. Греция и Египет, из которых были вывезены древние памятники, до сих пор требуют их возвращения назад. Именно розетский камень помог ученым расшифровать древнеегипетские иероглифы, потому что на нем одна и та же история была написана иероглифами, а также на древнегреческом и позднеегипетском языке. Египетская коллекция Британского музея включает в себя самое большое собрание саркофагов и мумий за пределами Египта. Здесь находится также гигантская статуя Рамзеса II и саркофаг Клеопатры, а также показан процесс мумификации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В интернете ведутся споры по поводу удлиненных черепов египтян и стеклянных черепов майя, один из которых хранится в Британском музее. Британские ученые считают его подделкой, потому что не могли древние люди так идеально обработать хрусталь. Это противоречит официальной истории. Амударинский клад или сокровища Окса – коллекция из 170 золотых и серебряных предметов и 1300 монет, найденные в 1877 году на берегу реки Амударья на территории современного Таджикистана, датируется правлением Ахименидов с 500 до 200 года до н.э. В Британском музее собрано удивительное количество золота и украшений. Здесь есть ожерелье, кольца, серьги, браслеты, украшения для волос и многое-многое другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь собран уникальный архив письменных источников, египетские таблички списка фараонов и математический папирус Ахмеса, клинописный архив Ашурба-Непала, включая глиняную табличку с описанием потопа, а также клинописи шумеров. Среди хранящихся в Британском музее миниатюр отдельный стенд занимают бронзовые скульптуры из Сардинии, которые представляют древнюю культуру сардов, как оригинальную и не похожую на другие культуры. Ахмеса 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 Субтитры подогнал «Симон» Среди всего разнообразия амфор запоминаются бесстыдные трусские вазы, о них я расскажу подробнее в видео про торквению, и также кувшины для вакханалий в честь Бахуса или Диониса. Самой выдающейся античной вазой считается портлендская ваза, сделанная из двухслойного темно-синего и белого стекла, на котором методом резьбы был исполнен рельеф с изображением семи фигур богов и смертных. Интересная история связана с мраморами Элгена, размещенными в Британском музее. Эти фрагменты отделки стен афинского Парфенона лорд Элген вывез с разрешения турецкого правительства в эпоху наполеоновских войн, и, несмотря на требования и протесты Греции, они никогда больше не покидали Англию. А теперь мы переместимся в Европу и посмотрим экспонаты, представленные эпохой викингов, рыцарей, коллекцию посуды и украшений прекрасных дам, а также коллекцию табакерок и часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В часовом зале Британского музея можно видеть самые разные типы часов и их механизмов. Нам больше всего запомнились часы, работающие от катящегося шарика. Предполагаю, что вы порядком устали. Зато теперь можете смело говорить, что вы побывали в Британском музее. Если какой знаток вас будет проверять, скажите, что невозможно запомнить 7 миллионов экспонатов. Если у вас есть еще силы, мы перейдем в азиатскую часть музея. Здесь представлены коллекции Китая, Японии и Кореи. Также здесь вы увидите красивейшие буддийские статуи и тончайшую резьбу. А завершим мы осмотр Британского музея коллекции китайской керамики. Субтитры создавал DimaTorzok Кінець субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok